Совместительству российского премьера Виктора Черномырдина «Рынок – это не базар» по мнению латвийских газовиков не потерял актуальности и сегодня. Они не против открытия латвийского газового рынка, но делать это надо осмотрительно. Основное возражение представителей «Латвийсгаза» – слишком короткий срок, в котором оговаривается в законопроекте разделение концерна-монополистов. Нам дается очень короткие сроки, то есть только 9 месяцев, чтобы продать это предприятие. Это нереально. Любой бизнес скажет, что это может за полтора года, два года или даже больше. Тем более, что Еврокомиссии дается срок в 30 месяцев, на чем остаивает и «Латвийсгаза». Кроме того, по мнению газовиков, Министерство экономики не учло особенностей латвийского газоснабжения. Чтобы обеспечить наших потребителей зимой, кто-то должен закачать в природное газохранилище. На сегодня это непонятно, кто это будет делать, потому что, если вы торгуете природным газом, вы, конечно, захотите обойти эту позицию, которая что-то стоит. Завтра исполняется 50 лет со дня начала эксплуатации газового хранилища в Инчукалсе, на чем на 100% основано снабжение «Латвии» газом. Если рынок будет открыт без ограничений, то никого не будет интересовать, кто его будет заполнять. Особенно печальной станет ситуация, если туда перестанет закачивать свой газ российский «Газпром». Соответственно, хранилище не будет заполнено полностью. Ну и, как следует, рост тарифов за единицу хранения. Реальную цену газа предсказать трудно, но повышение административных расходов вследствие появления новых рыночных структур должно добавить к тарифам еще 10-15%. Для того, чтобы подстраховаться от перебоев снабжений, газовики предлагают последовать примеру Франции, в которой газовый рынок по закону обязан иметь резервные хранилища. В наших условиях это может быть возложено или на торговцы, или на государства, которые должны оплачивать эти расходы операторам. Это еще многое должно быть предусмотрено в новой редакции закона об энергетике. Рынок это не базар. И это значит, что надо разработать в законе условия действия рынка. А не просто его бросить, и чтобы он как базар саморегулировался. Такого не будет. Юрий Родин, Спартак Лукашевич, Первый Балтейский канал.